Всем привет! Меня зовут Мика Хигай, стар мастер из Казахстана. И мы сегодня говорим на тему рекрутирования. И я сейчас говорю о том, что желаю, чтобы вы думали масштабно, чтобы вы представляли себе огромные команды в своей структуре. Взять на себя позицию лидера. То есть вы представили себе, как ежедневно к вам приходят регистрации, и дальше вам нужно знать, когда эти регистрации будут идти, что делать с этими людьми, как их правильно обучать, какую информацию скидывать, чтобы у них был правильный старт. И когда мы начинали, у нас была группа о ватсапе. И там ватсапе, знаете, на группу есть лимит 256 человек, и все, максимум. Люди хотели дальше добавляться, потому что у нас такой бизнес, постоянно приходят новые регистрации, новые люди, и у нас не было места больше. И у нас в этом чате были все ранги, не было такого отделения. И новички, и кто уже давно, старички. И тогда нам предложили переехать в Телеграм. Мы его дружно закачали, и теперь работаем только там. Потому что Телеграм – это лучший мессенджер для работы. Я считаю, что Телеграм – это мое место работы. Я никогда, у меня не было бизнеса, и я воспринимаю Томи как очень серьезную работу, профессию, профессию бренд-менеджера. Человек, который рассказывает людям, популяризует продукцию и компанию. И теперь наши рабочие чаты в основном в Телеграме. В WhatsApp их совсем мало, в которых я состою. Я думаю, что у партнеров, конечно, больше. Я желаю вам всем, чтобы у вас было много групп в Телеграме, чтобы были именно чисто ваши группы, где вы куда добавляете новичков, и чтобы там всегда была активность в чатах. Вот. Но перед тем, как у вас будет там активность, вы будете добавлять людей, нам нужно знать, где же брать людей. И напишите сейчас, пожалуйста, в чате, откуда сейчас к вам приходят регистрации. Либо, если это теплый контакт, как и написать теплый, теплый круг. А теплый круг – это люди, которых мы знаем лично, пересекались где-то, может быть, в школе, в университете, на предыдущей работе, соседей, в общем, которых мы знаем оффлайн, так физически. Знакомый теплый круг, да? Отлично. Но теплый круг, он, там, конверсия высокая очень, то есть велика вероятность, что в теплом кругу у вас что-то, да, закажут из продукции. Тогда как холодный круг, там уже ниже конверсия, ниже вероятность, да, что они что-то закажут и затем начнут работать. Но теплый круг у нас ограничен, а холодный – не ограничен. Особенно сейчас, когда все только начинается. Угу. Откуда еще приходят регистрации? Сейчас в вашу команду. Элана пишет «Холодный рынок инста и фейсбук». Отлично. Да, мы сегодня уделим тоже этому время соцсетям. То есть у Эланы уже, значит, есть контент, есть страничка, профиль настроен. Инесса пишет «Я только начинаю, предлагаю инстаграм». А, предполагаю, инстаграм, телеграм, ютуб. Верно. Холодный инстаграм у Светланы, у Елены Вырвиной. Холодный рынок, фейсбук, инстаграм. Фейсбук. Я так понимаю, что в Турции и инстаграм, и фейсбук очень популярны, да, оба? Потому что, например, в Европе инстаграм не так популярен, как, скажем, твиттер. У Натальи пока фейсбук. У Натальи пока фейсбук. У Натальи, да? Да. Вот когда мы сами, да, зайдем к себе в команду, это вот первый этап, когда мы пишем блогерам или, ну, пишем вот приглашения, в группы отправляем объявления, или просто вот знаем человека и ему предлагаем бизнес, это вот один метод продвижения своей структуры, просто своей структуры, это когда мы сами предлагаем. Метод же, который выбрали мы с самого начала, это тот метод, когда не вы пишете кому-то, а вам сами приходят в команду. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Я думаю, что с теплым кругом вы и так отлично работаете, справляетесь, мы видим, как растет структура. Также хотелось бы поговорить о том, как же сделать так, чтобы люди сами к вам шли в команду. Иначе пишет, расчет идет на русские группы Facebook, на Instagram и Telegram, это ведущие каналы на данный момент. Согласна. Полина пишет в Facebook, потому что все теплые пришли, а, все теплые тоже пришли с моего Facebook. Facebook, да, очень хорошо у вас работает. Особенно Инста очень популярна. Вот как раз Инстаграм, это была первая соцсеть, с которой я начала работать. Потому что в 2019 году, в январе, когда я приняла решение работать, ну, в конце 2018 года, когда только открылся российский сайт, я завела Инстаграм и с нуля его завела. И назвала Atomi Mika. Затем название пришлось поменять, потому что в правилах компании есть такое, что нельзя называть страничку с названием Atomi. Ну, как бы A-T-O-N-Y, вот как написано на официальных сайтах нельзя. И, ну, все равно, конечно, люди это делают, но так как мы сразу всегда себе поставили позицию, мы топ-лидеры, мы показываем пример, а всем остальным мы решили следовать правилам. И переименовали страничку Atomi K-Korea в Инстаграме. И вот так вот, да, с Инстаграмом мы начали работать, потому что мы жили в Корее, наш весь теплый рынок был в Казахстане. И, ну, мы выбрали для себя позицию, да, что мы будем давать таргетированную рекламу. И, кстати, раньше, три года назад, таргетированная реклама прям очень большие приносила плоды. То есть в день было 10 регистраций в бизнес. А я давала рекламу на продукт и на товар, и говорила, да, что мы будем отправлять вам из Кореи товары. Тогда приходили заказы, приходили регистрации, люди заказывали. Вот так росла наша структура. И мы отправляли сами. Ну, вот как сейчас в Турцию отправляем. У нас была маленькая квартирка, 30 квадратов в Корее, и там была забита вся прихожая. Потом мы купили еще два стеллажа для продукции. И вот так вот маленькая квартирка у нас обросла продукцией. И все, что было у нас из товаров, которые есть в Атоме, мы заменили все, что было на Атоме. Потому что качество очень высокое, а цена такая же, как и до этого мы покупали, и даже ниже. Поэтому с продукцией очень приятно работать. Ее хочется фотографировать, про нее рассказывать, сторис. И это все людям очень хорошо заходит, когда ты сам пользуешься и сам продукт своего товара. Например, посмотрите сейчас на меня. У меня нет никакого макияжа сейчас на лице, кроме помады. И в чем секрет? Это мы сейчас проходим марафон Синергия. Кубите марафон Синергии. И вот как она действует. У меня лицо прям сияет. И постепенно мои проблемки на коже, это пустакные морщинки первые появляются. Вот они и приходят. И вот, кстати, у меня купероз еще есть. Поэтому да, мы с Владимиром, с Теллой, мы продукты. Мы продукт продукта. То есть мы всем, что в Атоме есть, мы пользуемся, все очень любим. Да, не только Атоми Абсолют, но постепенно у вас все появится. Вот, да, поэтому это, конечно, самое главное. Чтобы делать контент, вам нужна продукция. И все, что вы покупаете в Атоме, это инвестиция. Да, смотрите, это как на инвестицию. Выходит какая-то новинка, и я говорю ему уже, вот это мне нужно. Если даже я до этого не пользовалась, например, пудра Аделика вышла, я не пользуюсь пудрой, но я хочу. Потому что мне надо знать, да, про это как лидеру. И можно и стори снять, и посты сделать. Я люблю сидеть. Но раньше я тоже с этого начинала. Я делала посты только про то, чем я сама пользовалась. И какое-то время затем я делала посты про то, что я еще не пользовалась, то есть брала тексты с интернета. Но сейчас я снова пришла к тому, что я пишу только о том, что я уже пропила, или что я уже чем пользуюсь. И вот это вот такие вот мне нравятся искренние посты. Искренность, она транслируется через соцсеть, и люди вам больше доверяют. Да, вы можете, так как вы полиглоты, владеете многими языками, вести свои соцстранички на двух языках. Хороший пример – это наш мастер-продаж из Германии Наталья Бруннер. Она, вот, я прям удивляюсь, да, ее трудоспособности, как она не ленится делать пост и на русском, и в комментариях делать пост на немецком. Она выбрала для себя такую стратегию, и я думаю, что если кто-то в команде у вас тоже будет использовать языки свои, и это, ну, не так сложно, да, перевести пост на другой язык, потому что сейчас новые технологии, Google Translate уже переводит очень сносно, вы можете чуть-чуть подправить его перевод, да и будет уже текст. То есть вы охватите своим постом на двух языках уже в два раза больше аудитории, чем если только на одном языке. Делать отдельно страницу не рекомендую, потому что по опыту, да, я делала страницу на русском и отдельно на английском. У меня есть две страницы, но это очень сложно, когда две у тебя странички, да, в двух, потому что это не просто делать посты Инстаграм сейчас, это нужно показывать лайфстайл, особенно нам, как лидерам. Мы не продаем продукт, да, мы не бизнес, просто продажа, мы бизнес, продажа еще себя, своего бренда, да, своей компании, своего лайфстайла, чтобы люди хотели так, как мы. Поэтому вести две странички довольно сложно. Я вот не видела, да, чтобы, наверное, только Александра Ким, да, у нее личный есть аккаунт, и есть аккаунт только по Атоме, вот она успевает две вести, но тоже ей, она, ну, выделилась со мной, что это сложновато. Мне кажется, что так проще, когда текст идет на русском языке, скажем, а в комментах на турецком или на английском, на том языке, на котором вы хотите найти партнеров. То есть выбрать для себя два очень хорошая идея. Конечно, она требует чуть больше затрат, но со временем вам будет легче и легче, да, делать так, как вы уже стили выбрали. Вот я веду на двух языках, и вот продолжать в этом духе вам в каждом разом будет быстрее. Да, можно ее в Инстаграме, сейчас в чате прям напишу. Если я напишу с ошибкой, извиняюсь, Атоме, точка, точь ленд, да, особенно новичкам, да, кто еще раньше не вел инста-странички именно в бизнес-формате, следите за лидерами, которые делают это хорошо. Это вот девушка из Германии, она сейчас мастер продаж, она все делает очень четко. У нее также есть сайт, на котором она рассказывает про Атоми. И так как я понимаю, что в Европе, я думаю, в Турции тоже, если ты продвигаешь какой-то бизнес и делаешь это на серьезном уровне, то нужно иметь сайт, который будет иметь информацию. Ну, это выглядит более солидно. И также у нее вот страничка в Инстаграм и на Ютуб. А до этого вы говорили про Ютуб. Это очень мощная платформа Ютуб. Оттуда тоже к нам приходят регистрации. То есть раньше мы запускали рекламу, рассказывали всем партнерам, да, всем знакомым, теплому кругу. И через контент тоже рассказывали, назвали в бизнес. А сейчас же у нас много этого материала в Инстаграме, в Фейсбуке есть группа. Но в основном у нас Инстаграм и Ютуб работают очень хорошо. Весь наш контент, вся наша работа, которую мы туда загрузили в течение трех лет. То есть я делаю, например, сториз. Как я начала делать сториз три года назад, так я и делаю каждый день. Не было такого дня. Ну, возможно, по болезни было, пару раз таких дней, когда я не делала сториз. Но сейчас это каждый день. И много довольно сториз ежедневно идет. То есть это ежедневная работа, но она очень хорошо оплачивается именно в качестве обратной связи. Когда вы создадите вот такой контент, он будет качественный. То есть там можно будет узнать и про бизнес, и про продукцию. И вы сделали там, собственно, пиар, там мы увидели, какая у вас крутая команда. То есть человеку захотелось именно к вам в команду, а не к другим людям. Потому что там янтов сейчас по всему миру очень много. Но вы зацепили именно каким-то своим, своей уникальностью, что обязательно тоже введение соцсетей, уникальность. Именно чем вы отличаетесь от других, почему именно к вам нужно пойти в команду. Это называется уникальное торговое предложение. УТП. Когда у вас есть вот эта уникальность, есть качественный контент, который хочется пересматривать, на котором учишься, тогда вы можете быть уверены, что благодаря вот этой работе проделанной, которую вы будете продолжать делать в течение нескольких лет, она затем принесет свои плоды в виде того, что к вам будут писать на WhatsApp, в Telegram и другие соцсети сами люди. Это вот, конечно, самый приятный метод работы, когда вы уже не рекрутируете, к вам сами люди приходят в команду. Хотите так? Напишите, пожалуйста, плюсик. Кто хочет, чтобы люди толпами шли, ежедневные регистрации, зарегистрируйте меня, пожалуйста. Да, это очень приятно. И сейчас у нас так происходит. Вижу ваши плюсики, спасибо. Даже много, очень кто-то, очень много плюсиков поставил, где ему очень хочется. Представляете эту картину. Что мы можем себе представить, то мы можем и получить в жизни. Если мы это не можем представить, то как мы это получим? То есть мы открываем свою энергию для получения желаемого. Представляя, улыбайтесь. Эмоции нужны, когда вы визуализируете, что это реально, что это очень приятное чувство, вам классно, вы уже знаете дальше, как этих людей распределить, куда, в какую ветку. И что эти люди с разных стран. Это очень круто. Так и будет. Сейчас вы топ-лидеры в своей стране. Выше вас больше никого нет. Поэтому пользуйтесь этим, как раз говорите, в своих постах, в своих сторис, в своем YouTube, что вы самая крутая команда. И зовите прямо себе команды людей. То есть об этом нужно, это тоже нужно проговаривать и прописывать. Есть аккаунты, где в постах пишут под каждым постом свои данные. То есть мой WhatsApp вот такой. Чтобы человек, прочитав какой-то полезный пост, не забыл к вам зарегистрировать в команду. То есть людям нужно знать, что вы предлагаете и что нужно делать с этим. Не только, например, писать посты, а также, как это называется, призыв к действию сделать. Когда вы пишете свои контакты, это призыв к действию. Напишите мне для подробной информации в Direct или на мой WhatsApp. А насчет стран. Как лучше всего искать людей в других странах? Вот вы писали, что Facebook, да. Я считаю, что Facebook, Instagram, но больше Facebook, да, позволяет контактировать именно страны Запада, Европа, Америка, Канада, Австралия. Они предпочитают Facebook. Инстаграму, да, в Инстаграме не реже. В Инстаграме это больше русскоязычный мир, мне кажется. Если посмотреть на большинство людей. И мы по-разному работали, да, и на английском, и на русском. И сейчас видим, что больше всего результатов это когда работаешь на своем языке, на русском, ищешь таких же людей, да. Например, вы переехали в Турцию, и вам нужно искать людей, которые переехали тоже в разные страны. То есть вы будете с ними на одной волне. То есть насколько будет человеку приятнее работать с тем, кто понимает его чувства. Что мы тоже жили, да, за границей, и к нам писали, регистрировалась команда людей тоже, которые переехали в Корею, например. потому что мы были на одной волне. Сейчас, кстати, нам не пишут уже так много людей с Кореей, потому что мы уже уехали с Кореей, да, мы живем у себя дома сейчас. Поэтому используйте обязательно в момент, обязательно найдутся люди, которые хотят к вам в команду, просто они этого еще, они про вас еще не знают, они не знают про Атоми. И наша цель с помощью нашего контента сделать так, чтобы она осознала как можно больше людей, как можно быстрее это сделать, чтобы все люди, которые, да, скоро запишутся в Атоми, Атомианции, они регистрировались именно к вам в команду. Это тоже, да, нужно представить, что люди вас ищут, и вот вы делаете контент, ежедневно в разных соцсетях, да, чтобы как можно больше вас было в интернете, и это было регулярно, да, не так в ютубе сделал несколько видеозаписей и все забыл про него. Нет, такой канал, который не регулярно не обновляется новым контентом, он не продвигается ютубом. Ютуб продвигает и инстаграм, тоже, и фейсбук, такие посты, на которые ставят лайки, на которые идут комменты, на которые идут постоянно. Не столько важно количество лайков, сколько вовлеченность вашу аудиторию в ваш контент, что им интересно, что это происходит регулярно. То есть тогда ваш контент будет продвигать соцсеть бесплатно. Это, конечно, тоже очень крутой инструмент. Вот, для продвижения вас в инстаграме, в начале что мы делаем? Это участие в лайк-чатах. У нас есть инстаграм-лайк-чат, где вы отправляете свои ссылки на свой пост для того, чтобы получить эту вовлеченность как раз. Это самое важное в начале, чтобы ваша страничка начала набирать обороты. Кто еще не в этом чате, обязательно вступайте, спросите у спонсоров в ссылки. Для того, мы там поддерживаем друг друга посты. И я начинала тоже с такого чата, который был в WhatsApp, в команде Талии, там создали такой чат. И я решила, что я создам чат для нашей структуры, для нашей команды отдельной. Сначала он тоже был в WhatsApp, затем мы переехали в Telegram, так как было уже больше 300 человек желающих, и затем, и он продолжает расти. И там девочки продолжают работать, ставить, друг друга поддерживают лайками и сохранение им ставим. Лайк, флажок. Вот это такая помощь друг другу. Это в начале очень сильно помогает. Если в начале я тоже начинала с лайк-чата, сейчас же он мне не нужен, потому что я уже получаю за пост примерно 300 лайков. И для меня это достаточно. Я тоже желаю вам за каждый свой пост получать примерно 300 лайков. Бывает, конечно, и больше, бывает меньше, но это примерно цифра. И Инстаграм тоже работает так, что он будет показывать посты, которые набирают лайки. Здесь такой алгоритм есть у Инстаграма. Вот. И продолжайте, да. Даже если вам сразу регистрация не приходит с вашего контента, вы работаете, вы вытрудитесь и идут какие-то лайки, комменты, но регистрация не идут, просто это вопрос времени. Продолжайте в том же духе, смотрите на свои посты, смотрите на странички, которые вам нравятся, как их атамиансы ведут. И берите для себя идеи. Также вы можете подписаться на разных блогеров, которые вам нравятся, которые тоже делают красивый контент, который вам по душе, и делайте то же самое. То есть дублируйте успешные действия, а не только спонсоров, но и успешных людей, на работу которых вы хотите быть похожи. Далее, да. сейчас у нас в Инстаграме более 30 тысяч подписчиков. И да, такая довольно активная страница. Мы ее ведем вместе с супругом. В основном веду ее я, но когда супруг куда-нибудь едет, я его прошу всегда записывать сторис, потому что это всегда очень интересно. Например, сейчас Алла поехала в Стамбул и записала, как она в аэропорту ходила, как она восхищается красотой аэропорта. Это все очень интересно подписчикам. То есть на такие сторис залипаешь. И это наша цель, чтобы на наши сторис, на наши посты и видео в Ютубе залипали как можно дольше. Тогда эта соцсеть будет вас рекламировать бесплатно. Вот. И да, это очень хорошо. Также название вашего аккаунта тоже очень важный момент. Вот, например, я писала выше, что у Натальи из Германии Atomi Deutschland. Она стратегически выбрала именно такое название, потому что так звучит довольно серьезно. Также у нее называется YouTube канал. То есть как бы я представитель из Германии. Вот такой посыл. Вы можете так же сделать. Я Atomi Турция. это окей. Но что касается личного бренда, я сейчас пришла к мнению. Раньше я на самых первых обучениях давала советы делать Atomi. имя. Atomi. Marina, например. И я сделала Atomi Мико. Сейчас, через три года я больше вникла в этот бизнес. Что здесь важно? А здесь важен личный бренд. Вы развиваете себя как топ-лидера. Сразу берете на себя топ-лидерскую позицию и делаете название имя, точка, фамилия. Это мне кажется оптимальный вариант. Потому что так вас найдет ваш теплый круг. Имя, точка, фамилия. Затем когда вы где-то выступаете на семинарах либо где-то еще снова ваше имя, фамилию человек запомнил и не знает ваших соцсетей, но вводит эти данные и вы всплываете. Ваша красивая аватарка и вы. То есть над названием тоже подумайте. Это конечно не правило вам если вы назвали свою страничку по-другому все нормально. Просто подумайте сразу думаем на годы вперед. Как эта страничка будет ли она с таким же названием успешной и дальше когда я стану топ-лидером империал мастером даже стар мастером уже очень высокий ранг и будут ли вас люди узнавать находить по этому названию будет ли эта страничка вам соответствовать по рангу по статусу она должна быть солидной названием просто иногда называют так немножко смешно это вызывает конечно же внимание она запоминается название смешное но дальше через несколько лет будете ли вы будете ли вам соответствовать это имя это каун поэтому да мы в атоме мы смотрим на несколько лет вперед долгосрочную перспективу себе выстраиваем стратегию чтобы мы не делали насчет имени страницы мы с вами поговорили а также на ютубе тоже можно имя фамилия в принципе если у вас нет какой-то личной страницу с таким же названием вы можете тогда по-другому то есть подумайте со своим спонсором как лучше это тоже очень ответственный момент в самом начале называть свой корабль чтобы он уже поплыл личный бренд это то что нужно развивать в течение всей своей работы в атоме чтобы люди узнавали вас чтобы вы были всегда у них на слуху в инстаграме это очень легко делается через посты и через сторис когда сторис появляется такой кругляшок и вы там появляете и вот вы уже добились цели чтобы обратить на себя внимание напомнить о себе наше наш личный бренд когда мы светимся чем больше на семинарах на ютубе делаем рекламу в общем очень много возможностей для нас светиться это позволяет нам продвигать свой бизнес второй момент это фотографии у нас как у лидеров должно быть очень много деловых фотографий из продукции и без продукции на фоне атомии логотипа плаката либо без фона совсем в деловом стиле и более casual но всегда мы хорошо выглядим и такие фотографии просто они почему нужны их во-первых спрашивают когда вы достигаете ранга компания просит вас отправить им хорошую фотографию где вас будут награждать также во время ведения соц.сетей например фотография профиля тоже очень важна она должна быть качественной светлой красивой вы должны там улыбаться вообще наш атамианцы мы притягиваем как магниты к себе людей структуру просто улыбаясь потому что это сразу энергия улучшается чем если мы будем всегда посерьезным поэтому фотография аватарка ваша где бы вы ни были в инстаграме на ютуб в мессенджерах тоже важна фотография и название и название вашего ватсапа тоже имя фамилия пусть все люди знают ваше имя фамилию в зуме тоже я тут вижу что в принципе почти все написали имя фамилия чтобы уже выстраивать свой личный бренд внутри своей структуры внутри своей команды у вас у вас люди знали это важно внутри команды потому что таким образом вы друг с другом знакомитесь даже если не вы не виделись еще уже заочно знаете друг другу подписывайтесь помогайте поддерживать делайте так чтобы ваше имя и фамилию знали все атомянцы про фотографии мы тоже поговорим да то есть это такая будет инвестиция в свой бизнес если у вас еще нет таких фотографий можно сделать дома для начала при солнечном свете сделать красивые фотографии из продукции и без с хорошим декипоном однотоном либо уже позже или уже если есть возможность сделать фотосессию с профессиональной съемкой где вы получите фотографию хорошего качества то есть это всегда качество оно выделяется например будут разные фотографии разные аккаунты когда человек ищет например пишет о том и скорее всего он нажмет тот аккаунт на котором более качественная фотография то есть я бы так нажала потому что это уже говорит ваша фотография ваше название профиля о вас многое это как первое впечатление и наша цель чтобы это первое впечатление было очень успешно чтобы к нам захотелось команда человек выбрал именно нас среди тысячи других классные там мы улыбаемся очень притягательная такая фотография название в идеале имя фамилия чтобы человек уже знал как вас зовут просто иногда в начале некоторые партнеры начинают с того что называют страничку там Атоми и свой город на аватарке не своя фотография а логотип компании и там в профиле слова нет о себе просто например мессенджер может быть а в постах тоже одна продукция и это не очень правильный шаг потому что таких страниц очень много и там нет личности то есть безликая страница получается очень не советую такой путь потому что человек скорее всего пойдет к человеку люди идут на людей не на страницу безлиху поэтому будьте делайте так всю свою уникальность в этот свой профиль упакуйте свои посты чтобы о вас было много информации многие стесняются писать о себе многие стесняются делать свои фотки или видео с собой эфиры проводить но атомиации не стесняются стеснение оно наоборот как бы такая аналогия да стеснение у нас забирает деньги представьте что забирает возможности и регистрации когда мы не стесняемся не стесняемся конечно же конечно же в начале будет стеснение да мне было очень некомфортно в начале себя показывать или выступать на семинарах это вообще был какой-то страх а сейчас же это уже часть моей работы я понимаю что без этого никак не продвинуться в этом бизнесе здесь нужно себя продвигать как личность потому что люди не придут на просто логотип люди придут именно на вас она вы каждый из вас огромная очень крутая личность она мотиватор и я думаю что если вы расправите плечи и покажете всю свою мощь в своих в своем контенте обязательно вы притянете нужных людей в свою команду тех которые пойдут именно за вами просто дайте им шанс узнать о вас через посты о себе через свои фотографии с улыбкой через фото вашей команды если у вас есть возможность сделать командную фотосессию это еще лучше показывает масштабы что вы не одна что у вас крутая большая команда это нужно тоже продвигать что вы команда своих спонсоров можно тоже продвигать не думайте что если вы будете делать сторис и там отметите спонсора сразу все побегут к вашему спонсору регистрируют люди придут именно на вас если вы дадите возможность людям познакомиться с вами вот так вот онлайн спонсору все люди не стесняют мы как как можно больше пытаемся везде где только можно и нельзя засветиться делаем это ежедневно так как в этом заключается наша работа светиться все у компании как вы знаете нет какой-то модели которая презентует продукт как это бывает в других компаниях например лицо компаний какая-то модель актриса певица я очень удивилась недавно проходила через французский дом у нас в городе там лицо какого-то парфюма как ее зовут забыла ну как в общем певица американская певица ну как которая там 20-30 лет и ну она так нелепо смотрелась на плакате подумала что я бы такой парфюм не купила но все равно кто-то идет на этого человека то есть почему компания платит огромные деньги моделей певицы за то что просто она будет рекламировать будет лицом этой компании компания на атоме она не платит моделям не тратит все вот эти огромные миллионы денег на звезд она говорит что пусть люди обычные люди зарабатывают такие как мы и пусть они становятся звездами мы сами мы с вами уже звезды нам просто нужно засиять очень сильно через все каналы которые можно и нельзя так так елена расскажите пожалуйста как бесконечно лентин цена публиковать верю а да елена помню ваш вопрос так я давайте покажу вам сейчас свой экран как у всех дела как вам информация насчет того что мы все звезды всего же топ лидеры поставьте какой-нибудь смайлик в чате готовы светиться огонь готовы очень крутая команда мы следим за вашими успехами рекорд и прогресс Спасибо. Извиняюсь, я подключила свой телефон, чтобы вам сделать демонстрацию экрана. Так. Кстати, также Zoom, да, все умеют им пользоваться. И когда вы достигаете, например, ранга мастер-продаж, уже есть смысл купить Zoom для того, чтобы вот так собирать свои команды. Возможно, кто-то до этого не пользовался Zoom. Ну, вот во время пандемии мы, конечно, к этому привыкли, к Zoom-вебинарам. Но тоже очень важный момент, что нам нужно уметь пользоваться и иметь такую возможность вещать через Zoom. Так как он помогает работать с командами из других стран. Так, сейчас демонстрацию включу. Я бы хотела вам сейчас показать свой экран и свой инстаграм, да, о чем мы сейчас говорили. Вот, кстати, моя фотография в нашем филиале, который открылся буквально недавно, головной офис АТОМИ Казахстан. Вот мы скоро открываемся. То есть мы официально открываемся после Турции, получается. Вот мои приложения, которые помогают мне работать с соцсетями. Давайте вот так уберу штук. Это ТикТок, да. Какие вам знакомы, например? Я думаю, что Пазл Стар, да, я уже о нем говорила. Или я о нем спрашивала. В самой нижней строчке вы можете увидеть те приложения, которыми я пользуюсь постоянно. Это телефон, WhatsApp, ну, конечно, еще Telegram, дальше браузер и Instagram. Это приложение, которое мне помогает в работе в этих соцсетях. Сейчас вот это уберу. В чате напишите, пожалуйста, каким вы пользуетесь сейчас из этих приложений. Какие вы знаете, а какие... Ну, давайте лучше, какие вы знаете. Ну, я думаю, что все знают Instagram. Светлана, пишешь все, что и у вас. Вы пользуетесь тем. Вот такое приложение, вот. YT Studio. Интересно, кто пользуется. Ой, это же здесь нужно. Вот. Это для тех, у кого есть YouTube, он помогает управлять своим каналом через телефон. Делать обложки для YouTube. Да, здорово. У кого все это есть, видимо, вы участвовали уже в нашем обучении предыдущем, да, быть лидером, о котором я говорила об этих приложениях. Да. Ну, пару слов для тех, кто новенький. Вот TikTok, да, это приложение, тоже соцсеть, и в ней также можно работать, отправлять, да, короткие видеоролики с какой-то музыкой, либо со своим озвучиванием. Здорово. Fontify, следующее зелененькое только приложение, для того, чтобы сделать красивый текст, более выделяющийся, да, который можно использовать и в своих постах. Можете записать, да, некоторые из этих приложений. Вы просто пишите туда текст, а он вам дает разные шрифты. Но не на всех языках. На английском, на турецком можно отправить, а на русском вроде как нет. Следующий. Фоторум. Это то приложение, которое я для себя открыла в этом году и купила его. Ладно, сейчас пользуюсь, потому что оно очень крутое. Оно мне очень сильно помогает делать обложки для YouTube, делать всякие промо-фоточки. Для, например, какой-то будет у нас семинар или какое-то мероприятие, я обязательно захожу в Фоторум и использую какой-нибудь шаблон. Заходим в Фоторум. Тут очень много шаблонов, из которых вы можете... Вот вы можете свою аватарку вот так оформить. Все, что нужно сделать, выбрать фотографию свою, да, и поставить сюда. Он сам автоматически вам быстро обрежет ваше фото, ваше лицо. С вами нужно дополнительно это делать. Как раньше, да, дизайнеры работали с фотошопом, сами вот так. Я помню, я тоже работала в фотосалоне, мы фотографировали людей. Я фотографировала и потом распечатывала фото на паспорт, да, 3 на 4 и так далее. То есть я тогда пользовалась такой вот функцией, вот сама вырезала контур. Сейчас же это не требуется делать, сейчас технологии очень крутые. Такая аватарка будет выглядеть очень интересно, то есть необычно, чем другие. Пользуйтесь, да, этим приложением, оно идет бесплатное. Только вот где про написано, это уже платная версия. Далее, для постов фотографий тоже можно делать очень качественные. То есть вы взяли какой-то продукт, да, например, мы продаем набор «Абсолют», да, сюда сделали. А сзади поставили какой-нибудь фон. Смотрите, нажимаем «Change background» и вы можете свою фотку какую-нибудь поставить как фон. Взять с Google, например, фон, связанный с красотой. Либо здесь написать «Beauty». Ну, здесь вот только на английском можно писать «Beauty» написали. Здесь уже есть готовые фоны. Вот. И уже ваша фотография более такая качественно выглядит. И больше вероятности, что на вашу фотографию нажмут и будут больше лайков, комментов, потому что она выполнена качественно. Вы можете менять размеры как своей фотографии, так и фон. Вы можете разные фоны. То есть это работает, да, вы используете коллекции этого приложения только если вы пишете, задаете тему. Или, например, «Health», да, «Здоровье». Вот вам разные фоны для здоровья. В общем, многофункциональное приложение, которое сделает ваш контент более интересным и более эффективным в плане конверсии. Здесь вот эти вот обложки можно использовать. Я сегодня использовала для промо-семинария казахском. Сюда поставила двух спикеров, которые будут. И выглядит как журнальная обложка. Либо... Ну, в общем, можно по-своему оформить. Тоже очень так ярко, красиво смотрится. То есть когда мы используем такие приложения, такие инструменты, это помогает улучшить наш контент. И больше людей, в общем, пришли на этот семинар благодаря... Потому что... Благодаря оформлению. Ну, очень много людей, которые вы можете использовать в своих постах. Для YouTube есть специально отдельные тут тоже шаблоны. Я их активно использую. Так как вы знаете, наверное, да, что на YouTube, если вы отправляете какое-то видео, нельзя использовать просто какой-то фрагмент из этого видео как свою обложку. Нет. Такое видео, к сожалению, уже не будет набирать просмотров. Потому что, ну, что говорит обложка в этом видео? Что? Ну, видимо, они очень качественные, раз там даже на обложке не постарались. Тогда как, если вы делаете обложку, да, делаете сразу там, пишите название этого ролика, то вы можете надеяться, да, на то, что это видео будет популярным. И YouTube тоже его будет продвигать. Вот. Ну, очень много идей. Вот это называется PhotoRoom. Вот приложение. Очень бесплатное, удобное. Дальше. XRecorder. Приложение, которое позволяет записать экран. Вы можете выбрать, чтобы он записывал экран с вашим звуком. То есть микрофона звук записывался. Либо, даже если, скажем, шумно, он будет записывать именно только звук этого ролика, который вы хотите записать. То есть он не будет записывать вам ненужные звуки. То есть это в настройках можно любить. Я его очень часто использую. Он помогает в работе. XRecorder. Ну, у кого iPhone, возможно, у вас эти приложения будут по-другому на вас. Дальше. Mojo. Это для тех, кто хочет сделать красивые stories и какие-нибудь промо-ролики. Например, вы едете на семинар в другой город и вы хотите сделать, не просто написать текст от девочки, я еду в Анкару, например, а сделать это в красивом таком варианте, который привлечет еще больше людей. И VN тоже похожее приложение, которое именно работает для создания слайдов, красивых роликов. Дальше. Story Saver. Приложение, которое помогает вам сохранить чью-то историю. Чью-то, ну, stories с Instagram. Тоже очень удобное приложение. Довольно часто пользуюсь. Просто, когда вы берете чьи-то stories, не забудьте упомянуть этого человека в этих stories, которые вы публикуете. Дальше. Puzzle Star. Да, это вот приложение, которое спрашивала Елена. Оно для чего нужно? Оно делает вашу ленту, а нет, делает бесконечную ленту. Думаю, что многие знают, что такое бесконечная лента, когда у вас единый стиль постов, и тогда кажется, да, что лента бесконечная. Я вам попозже покажу пример на своем Instagram. Следующий InShot. Очень крутой редактор для фото, для коллажей, для видео, который я начала пользоваться три года назад, до сих пор пользуюсь, потому что лучше него просто нет. В сравнении с удобством, с функциональностью. Downloader for Instagram. Это приложение, которое помогает вам закачать видео любое с Instagram. Storybeat. Это приложение, которое добавляет музыку к вашим stories. Но я думаю, что в Турции это не нужно, потому что у вас есть функция прямо в stories добавить музыку. И у IT-студии, я уже говорила, это приложение, которое редактирует ваши YouTube ролики. Так, заходим в Instagram. Так, в свой профиль. Вот. И что такое бесконечная лента, давайте сразу сначала скажу. Вот, видите, да, что у меня посты все в одном стиле. И вот есть у них определенный шаблон. Например, если посмотреть ниже, тоже, да, вот белый-голубой фон, белый-голубой фон. И картинки, вот кружочки, да, квадратики, это все вот повторяется. Я пока работаю в этом стиле. Не обязательно работать именно в таком стиле. Но кому нравится, кому этот стиль кажется интересным, можете использовать его. Вот. Вот, смотрите, само это приложение, Puzzle Star, да, то есть оно дает разные шаблоны. Вот заходим в Puzzle Star. И они идут бесплатные тоже очень. Они почти все, ну, бесплатные. Вы можете выбрать любой шаблон и работать с ним. То есть просто выбирая шаблон, ставите свои фотографии. Фотографии продукции, например. Вот этот шаблон в бело-бежевом-коричневом стиле, что очень сейчас популярно. То есть он очень выглядит стильно и в такие теплые оттенки. То есть, когда смотришь на такой аккаунт, который в фотографии не разные цвета, да, ну, как каша, а такой аккаунт, где фотографии идут в едином стиле, в похожих цветах. Это тоже нужно продумывать заранее. Либо, если вам сложно делать фотографии в едином стиле, просто выберите вот такой шаблон и работайте по нему. Да, Инесса пишет, что мне нужно подключить согласно. Я сейчас компьютер выключу. Вот. И на прошлом обучении я показывала прям, как я пользуюсь этим приложением. Вот, посмотрите, да, вот. Вот, вот видели, да, мой Инстаграм и вот здесь мой шаблон. Теперь уже кто пользуется, да, Елена пользуется. Давайте профиль Елены. Я думаю, что сойдем. Елена, можно? Давайте. Как найти Елену? Просто напишите Елена Вырвина. Кстати, вот она у меня уже есть. Очень просто спонсора найти партнера, когда у него имя, фамилия. Вот. И вот здесь вот я вижу, что Елена использовала тот же шаблон. Видите? Белый-голубой стиль. Дальше Елена поменяла, я так поняла, шаблон. Уже просто три фотографии. Да? Три. Идут они постоянно, да? Ну, да. Тоже хороший вариант. Вот. И дальше у Елены был вопрос. Вот эти вот видеоролики, как сделать так, чтобы они тоже в этот шаблон вливались. Вот давайте вернемся ко мне. Например, какой-то вот ролик вот этот, да, где последний самый про эко-тему. Ну, это ролик, это не фотография. Ну, вот с фотографиями понятно, что вот они, шаблон дает эти фотографии, вы загружаете на телефон и просто ставите вот эту фотографию сюда, как вам дает и само приложение. Но что делать с видеороликами? Вот. Вот. Тогда мы заходим в приложение InShot. Или вот такое видео, да? Которое вообще короче одной минуты, но все равно загружая его. Загружая это видео, вы выбираете обложку. А вот обложку вы уже нам, вам надо подготовить. Я это делаю через InShot. Вот. Открываю InShot. Так. Хочу смотреть. Какой-нибудь фото. А, был красивый, да? Так. Если это фото, которое, нет видео, которое длится одну минуту, вы, в принципе, можете не редактировать это фото. Но бывает так, да? Вот у Елены было, что видео было больше одной минуты. IGTV. Что делать в таком случае? Как подстроить этот формат? Потому что если вы, как шаблон дает фотографию, вы поставите, тогда оно будет растянуто. Мы заходим в Холст. Так, давайте вот так. Холст. И здесь выбираем формат. Выбираем самый последний. Вот. И все. Это все, что нужно сделать. Два к одному. Набираем галочку. Сохраняем это фото. Ждем рекламу. Ставим. Все. Это фото сохранилось у вас. Теперь, когда вы загружаете какое-то видео на... На... Ну, в свою ленту. Так, давайте вот, например. Какое здесь хотите делать? Такое. Которое длится больше минуты, да? Мы его... Длинное видео отправляем. И здесь есть внизу самом. Видите? Добавить из галереи. Вот это вот фото мы сюда добавляем. И все. Она... При... Далее, если мы уже опубликуем это фото, оно встанет в вашу сеточку, да? В ваш шаблон, как нужно. Надеюсь, понятно, Елена. Сняла? Если будут вопросы, в общем, пишите еще в личку. Но ничего сложного нет. Мы то есть используем уже не одно, а два приложения. Плюс иншот добавился к нам. Вот. Но, смотрите, это... Контент мы делаем через шаблон. Он, с одной стороны, облегчает жизнь, да? То, что у нас... Мы знаем точно, что у нас все фотографии будет в одном стиле. Но, с другой стороны, вам эти фотографии нужно каждый раз готовить заранее. Многие блогеры работают уже не через бесконечную ленту. Вот даже у нашей Александры Ким, да? Тоже можно увидеть, что она выбрала себе стратегию не шаблонов, не бесконечную ленту. У нее, если посмотреть, тоже она продумывает заранее свои обложки на каждый пост. То есть, вот это видео, например, да? Оно же не начинается вот так же. Оно начинается с микроавтобуса. Но на обложке мы увидим красивую фотографию и еще с надписью. То есть, это она сделала заранее в иншоте. Вот так вот выбрала холст и затем самый последний формат и вот так поставила. И да, это требует дополнительной работы, да? Не просто поставить фотки в инстаграм, вот как есть, а сделать еще дополнительную работу. Но это потом окупается. Да, вам приятно и самим смотреть на свою ленту. И я думаю, что вашим подписчикам тоже вы выглядите более профессионально. И здесь не только фото, но и видео, но и IGTV. Еще также эфиры можно сохранять в свою ленту. И при каждой публикации нужно заранее подготовить свою фотографию. Чтобы ее сделать обложкой. То есть, Александра выбрала стратегию, такую более современную, называется... Ну, наверное, нет определенного названия, но просто более модное направление, когда ваша страница выглядит... Все фотографии качественные и в одном примерно стиле. Что вот цвета, посмотрите, да, бежевый, желтый, голубой. И вот они повторяются. Цвета повторяются. Очень качественные фотографии, да, которые она сама делает в основном. Если делает фотосессию, то на каком-то красивом модном фоне. Да, это вот такая вот вертикаль. Сейчас можно... Что еще можно сказать? Вот эти вот посты, которые текст. И тоже фон, посмотрите, да, там не просто белый фон, а вот такой вот интересный. Тоже, это тоже продуманное, продумывается заранее. Да, вот видите, вот здесь текст тоже в эфире получается. Это вообще эфир, но она выбрала обложку заранее, сделала, подготовила под свой стиль странички. То есть у нее бежевый, белый, видите, да, цвета похожие. Нету, например, фиолетового, нету розового оттенка. Все оттенки очень теплые в едином стиле. Ну, конечно, не прям идеально, да, где-то может быть там и красный, но это не сильно так заметно. Основные оттенки у нас выбраны. То есть я думаю, что я тоже приду к этому более в формат. Вам как вообще нравится? Какой формат? Давайте скажем формат А или формат М, да, М буду я. С шаблонами. Напишите в чате, пожалуйста. Оба формата они требуют подготовки. Ну, вот формат с шаблоном, формат шаблон, да, М. Ну, интересно, да, что у вас больше вот такой. Да, здесь меньше, конечно, вам надо продумывать. Вы можете использовать вообще любые фотографии, которые у вас есть, в этот шаблон поставить. И не нужно думать о цветовой гамме, чтобы у вас все было в одной стилистике. То есть этот шаблон вам уже дает эту готовую стилистику. У меня совершенно разные оттенки я использую. И вот так получается. Поэтому выберите, да, свой стиль. Выберите блогера, на который вы хотите быть похожими. И делайте примерно так. Но главное придерживаться своего стиля. Чтобы вот по вашим фотографиям уже было понятно, о, это вот и ее стиль. Вот. Далее, вот актуальное. Кто-то выбирает в актуальное ставить обложки в одном стиле, тоже в одних цветовых решениях. Я же решила сделать более такой жизненный, да. Выбрала фотки удачные из этих же актуальных. Все знают, да, что такое актуальное, как это делается, как делается обложка. Поставьте плюсик, пожалуйста. Потому что актуальные вот эти вот, да, у нас кнопочки, они расширяют ваш профиль. То есть если бы не было актуального, было бы меньше информации о вас. А так, когда у вас есть такой инструмент, я думаю, что это расширяет ваши возможности, чтобы рассказать, донести человеку о себе. Новому человеку, да, новому подписчику, новой регистрации. Чтобы он понял, что вы за человек, что вы продвигаете, чем вообще занимаетесь, какие у вас ценности. И он решил оставаться у вас или не подписываться. Вот отзывы, да, то, что помогает нашему бизнесу, в бизнесе важны. Важно сделать актуальное про отзывы, чтобы люди видели, что реально разные люди хвалят этот продукт. Что еще для меня было важно в актуальном? Да, про ковид. Ну, это такое больше актуальные, как это, злоба дня или, ну, в тему, в общем. Все, кто сейчас актуально в мире происходит. Про ковид тоже есть актуальный. Квартира, да, то есть я в своем тексте профиля пишу первым, первым наше имя, да, Владимир Николаевич. Дальше пишу, заработали на квартиру в одноме. И вот квартира, то есть вот доказательство, что у нас, что мы действительно купили эту квартиру. Вот, вот сама квартира, да, что она еще в ремонте пока, что мы делаем сейчас дизайн. Вот, разная продукция, большой ассортимент свой покажите. Тикток у меня есть для мужчин, центр, как вы в центре работаете тоже. Команду свою покажите для масштабности. Даже если это не только люди с вашей командой, вообще там, когда люди видят большое количество людей, они так сразу вау. Товары для дома, SPF, ну, в общем, разные. Я показываю через свое актуальное, что у нас большой ассортимент. Потому что человеку вот так вот через всю ленту проходить, он вот так вряд ли, да, дойдет до самого конца, узнает, какие у нас крутые товары. А вот так в актуальном он уже видит, да, и техника есть, и текстиль есть, и, в общем, витамины, все, что угодно, да. Показываю, что мы едем, да, в разные страны. Вот, соул тут есть, да, Сеул, еда. То есть моя цель здесь была показать масштабность. Вот юмор я добавила, Александр Ким здесь, как раз в Турции он шутит. Вообще шуточки тоже должны быть, потому что показать, что вы не прям такой серьезный человек, что вы шутите, что с вами легко общаться. Вот Кыргызстан у меня отдельно появилась актуально, Казахстан, Эко, Синергия. Вот сейчас у нас марафон идет тоже, сделала для него отдельный аккаунт. Вот, ой, отдельно актуально. Аделика, конечно же, About Us, вот тоже важный момент, чтобы было актуально про себя, про вас. Потому что, наверное, все тексты о вас читать сложно, а вот если будут короткие сторис, вот, про нас, да. Например, я написала, задайте нам вопрос еще, когда это было еще? 123 недель назад. И вот люди нас спрашивали, и мы пишем, я писала ответ. Вот так я выглядела раньше. Вот еще дочь и наша малышка. Ну, то есть это придает вашему аккаунту больше, ну, то есть это утепление называется. Тоже такая техника, когда через ваш контент люди узнают о вас подробнее, побольше. Там что-то их улыбнет, что-то они там сгрустнут там вместе с вами. Ну, как бы они это могут... Вы становитесь ближе своей аудитории через вот такие вот инструменты. И, конечно, текст профиля тоже должен быть такой емкий, потому что там есть лимит на количество букв в тексте вашего профиля, да. И я рекомендую использовать весь лимит этого текста и вот ссылку, да, например, на свой WhatsApp поставить. Я думаю, что многие, да, уже поставили свой WhatsApp здесь. У меня временно стоит экологический такой, экологическая ссылка. Но вот что я здесь пишу, заработали на квартиру, как бы яркие моменты. Чем мы отличаемся? Наша уникальность в двух-трех словах. Казашка-кореец, почему я добавила? Также мы тоже... Сразу о нас стало больше понятно, что у нас есть дочь, да, ее зовут Юна, что мы разных национальностей, что вот у нас YouTube-канал. Это больше уже как к продвижению относится. То есть вы через свой Instagram еще продвигаете свой YouTube-канал. А в YouTube-канале продвигаете свой Instagram. То есть у вас тогда подписчики будут и там, и там. Корейский онлайн-экомагазин пишу. Пишу адрес центра. Нашего центра в Алматы. И доставка по всему миру. Вот. В принципе. Вы, конечно же, каждый из вас может написать в профиле свою информацию. Сделайте так, чтобы это было кратко, коротко, но цепко. Чтобы человек сразу о вас узнал многое. Чтобы бизнес... И про бизнес, коротко, и про себя лично. И там... Ссылку, да, ну... Ссылку на свой WhatsApp, на свой YouTube. Почему я поставила здесь адрес центра, я, кстати, сделала это недавно. Потому что более так солидно тоже выглядит, когда вы, например... Ну, это же... Любой человек, который открывает центр, он это делает для... Не только для себя, а для всех адомианцев. И... Прежде чем пойти в какой-то центр, человек вам напишет, да. А вы напишите. И да, я буду в этом центре. Вот такого вот. Конечно, если это центр другой структуры, вы можете его не писать. Вы можете просто составить свои данные. Но если это центр вашей структуры или ваш лично, то, конечно же, вам напишите обязательно эти данные. Это потому что придает солидности. Ну, в принципе, это все по Инстаграму. Умеете ли вы запускать таргет? Пишите, пожалуйста, плюсик. Рекламу делать. И связан ли ваш аккаунт? Ну, давайте один вопрос пока, да. Таргет запускаете, рекламу запускаете ли вы? Потому что в соцсети это отличная возможность... Если вы уже настроили свой аккаунт, у вас есть контент интересный, все у вас отлично, да, и фото, и описание. Но вы хотите больше подписчиков, вы хотите больше регистрации, вы можете настроить рекламу. Это уже платная услуга, но довольно эффективная. Так, Виктория пару раз делала, Елена пишет плюсик. И какова конверсия, да. Получается ли вам настроить свою рекламу? Так, как нужно, как вы хотите. Да, маленькая пишет. Ну, я для легкости запускаю таргет периодически. Делаю это не очень часто. Раньше, конечно, было чаще, когда мы только начинали. Но сейчас мы уже раскачали свой личный бренд, плюс мы заняли лидерскую позицию. То есть к нам уже идут не только через контент, но и на ранг. А если вы уже мастер-продаж, то уже напишите, что вы мастер-продаж или выше. К вам будут эти люди, потому что вы мастер-продаж. Если вы еще не мастер-продаж, вы можете просто написать информацию себе. Ну, в общем, ранг тоже работает на вас. Да, маленькая конверсия получилась. Понятно. Давайте сейчас пока для простоты я покажу, что можно запускать таргет уже сразу с Instagram. Продвигать нажимаем. На любой пост есть такая кнопочка. Но если этот пост, конечно, качественный, Instagram не каждый пост может взять в рекламу. Вы выбираете цель. Посещение профиля для того, чтобы к вам было больше подписок, шло на ваш аккаунт. Посещение сайта, если это у вас есть сайт или WhatsApp, ссылку свою кидайте. Больше сообщений. Я думаю, что нам подходит или сообщение, да, в Direct там пишут, или посещение сайта. То есть когда вы пишете свой WhatsApp, чтобы вам сразу писали WhatsApp. Ну, например, мы выбираем WhatsApp. Далее выбираем аудиторию. У меня уже есть разные аудитории, на которые я делала рекламу. Так, время создать свою аудиторию. Пишем название. Турция, например, да, местоположение. Здесь выбираем. В английском, да, все пишется. Можно, например, чтобы не всю страну выбирать, вам тоже, как вам, вас интересует только свой город, пишем свой город. Можно еще добавлять разных городов. Ну, это в одной стране, да, выбирайте. То есть разные страны не сможете выбирать сразу в одной аудитории. Лучше в одной стране разные города написать. И так далее. Ну, посмотрим. Дальше. Интересы выбирайте. Что, какие интересы, по каким интересам у вас, вас найдут, людям с какими интересами ваша реклама будет показываться. Здесь тоже на английском пишем. Например, beauty. Красота. Вот. И выбираем. Бьюти. И дальше он вам рекомендует сам интересы, чтобы вы не тратили свое время. Получается косметика, онлайн-шоппинг, скинкер, бьюти-салон. Все нам подходит, да, вы можете везде галочки поставить. И возраст. Мужчины, женщины, кто, кого вы хотите, на кого хотите выйти. И с какого возраста. Вот с какого возраста у вас идут регистрации, с такого и пишите, да. В Турции с какого возраста идут? С 18 или с 20 лет? Напишите в чате, пожалуйста. 18 пишите, ладно, спасибо. Как в Казахстане? В России тоже с 18 лет. Например, в Индии и в Корее с 20 лет. Можно зарегистрироваться. Хорошо. И дальше, да, вы идете. Ау. Местоположение. Так, еще что-то. Штуки. Вот он мне потенциальный охват дал. Дальше. Вы, кстати, можете, я просто для простоты выбрала маленькую аудиторию, но вы можете выбрать больше интересов. Чем больше интересов, тем лучше. Тем более качественно вы настроите свою целевую аудиторию. Можно сюда написать также бизнес, да. MLM, думаю, можно написать. Кого интересует MLM. Health. И так далее. То есть у вас охват тогда увеличивается. Чем больше интересов. Далее настраивайте бюджет, продолжительность. И далее уходите. И все. Ваша дальше промакция, она будет рассматриваться. И через 6 часов, полдня, скажем, вы уже будете... Ваши пост вот этот будет как в таргетированной рекламе идти и в сторис, и как в пост. В ленте люди увидят вас. Там будет написано ваш аккаунт, и внизу реклама. И вот будет охват, да, вы будете увеличить. Но также есть еще один метод, как вы можете запускать таргетированную рекламу. Это с помощью Фейсбука. Когда у вас есть... Ну, все равно, да, любую таргетированную рекламу вам нужно запускать, когда у вас аккаунт связан с Фейсбуком. То есть у вас есть на Фейсбуке страничка, она связана с Инстаграм, потому что это сестры, да, эти соцсети, они связаны. И есть такое приложение, сейчас называется Ads Manager. Вот, Ads. Оно мне понравилось, что оно увеличивает возможности ваши... Можно, короче, настроить рекламу больше, более качественнее. Так, мы выбрали картинку, да, нам напишут в мессенджер, который мы укажем. Так, напишем текст своей рекламы. Там, например, новая... Если это про бизнес вы пишите, да, ну, пишите текст про бизнес. Новый бизнес в вашей стране, да, новый бизнес в Турции. Или онлайн, у вас онлайн интернет-магазин с партнерской программой. В общем, текст вы, конечно, придумываете сами, он должен быть коротким, но очень емким. Call и призыв к действию, да, тоже должен быть, например, напиши мне, send message. Следующее. Аудитория, пишем, Турция, да. Также вы здесь можете выбрать города. Вот, здесь мне понравилось, ну, тоже мы здесь корректируем возраст, пол. Также есть кнопочка detail targeting. Как это называется? Детализированная настройка таргета. Когда мы можем... Эта компания будет показываться людям, у которых есть вот эти интересы. Тут уже большее количество интересов можно написать. Так же, да, вот так вот. Просто пишем какой-то интерес, K-pop, например, и плюсик нажимаем. То есть вот так у вас... Мы сами пишем, и у нас увеличивается. Есть рекомендуемые интересы. Дальше. Вот ниже, да. Дальше. Вот это вот интересно. Демография. Второй выбор. И... Life events, например. Я вот вчера написала Russia. Ну, то есть, экспат from Russia. Вот так. А вот. Life in Russia. Например. Чтобы найти русскоязычных. Чтобы таргетировать свою рекламу именно на русскоязычных. А это самый эффективный метод, да. Потому что с русскоязычными работать как-то проще, да. И им проще с вами, и вам проще с ними. То есть больше доверия сразу идет. Потому что вы говорите на одном языке. И вот здесь он предлагает, да. Люди, которые жили в России, а сейчас экспаты. Вот. Только вы нажимаете плюсик. Также можете по дню рождения, да. В какой день рождения, а в какой месяц у них день рождения выбрать. Вот. То есть мне очень это понравилось. Именно для нашего бизнеса это подходит. Такая функция. Люди, которые жили в России или в Украине. Давайте напишем. С каких вы стран. Ukraine. Lift in Ukraine. Да. Что я не вижу. Другой вариант. Но если просто Ukraine написать. Есть, да. Люди, которые интересуются Украиной. Просто Украина можно. Как интересно. Ну почему-то lift in Ukraine. Не вижу вариант. Ну вот тогда lift in. Может быть, Казахстан есть. Тоже нету, да. Russia. Russia есть. Индия есть. Испания есть. То есть люди, которые жили в этих странах. Экспаты из этих стран. Только Россия получается. Вот. И вы добавляете это. Уже целевая аудитория ваша сокращается. Ваша реклама будет показываться только тем людям, которым вы выбрали. Которых вы описали. И это важно сделать, чтобы просто не тратить деньги на рекламу. умеет таргетировать всех людей, которым, ну, там, с 18 лет до 60, там, мужчины и женщины. А это более детальное таргетирование, что мне очень нравится. Финансовые, вот, например, возможности. Вы таргетируете людей, которые зарабатывают много, да, или мало. На доходы смотрите. На отношения смотрите. То есть это такая корреляция, да, когда мы в Фейсбуке пишем о себе информацию. Это для чего делать? Чтобы люди могли нас таргетировать. И вы можете таргетировать рекламу только там на разведенных людей или тех, кто, как это называется, engaged, скоро поженится. Кто только замужний, кто незамужний и так далее. Очень интересно. Работа, например. Это все на английском, правда. Да, я на русском не смогла настроить. Вроде как нет русского. Ну, возможно, у вас получится найти такую, найти русский язык здесь. Люди, которые вот в бизнесе, да, нам интересны. Каких людей вы бы хотели, да, таргетировать? Которые в IT или которые в продажах. Вот это интересно. Люди, которые занимаются продажами. Вы хотите на них выйти. Вот. Ну, то есть, да, таргетировать нужно конкретных людей. Не всех. Потому что вот маленькая писали конверсия. Это, возможно, потому что вот вы делали... Целевая аудитория у вас была слишком широкая. Ваша реклама показывала всем людям. Вот. Ну, попробуйте Ads Manager. Ads Manager. Просто Ads называется, если вы в Play Market ведете Ads. Это тоже приложение в телефоне, которое помогает вам сделать таргет через Facebook. Более детальный таргет. Так. Как у вас настроение? Давайте я сейчас завершу. Вот здесь демонстрацию экрана. Есть ли какие-то вопросы? Что понравилось? Что-то, что, может быть, для вас новое сегодня было? Поделитесь, пожалуйста, в чате. Давайте пообщаемся. Так. Построение отлично. Елена пишет. Программа PhotoRoom. Новая, да, была? Надо сказать. Да, Виктория. Очень помогает в работе. PhotoRoom. Раньше я пользовалась InShot'ом, но у него не столько шаблонов. Он вообще не дает шаблоны, он просто дает. Он редактор. А PhotoRoom это именно шаблон. Юлия пишет. Мне еще трудно много нового. Спасибо, что поделились. Я думаю, что вы не одна. Спасибо, Елена. Все очень познавательно. Все очень познавательно, впрочем, как всегда. Да. Это те инструменты, которые работают очень хорошо на нас. И сейчас мы на таком уровне, когда мы не регистрируем кого-то вот так вот, да, через теплый круг или холодный сами. А мы принимаем только регистрации. Нам пишут, мы принимаем регистрации. Я уже hard disk купила к памяти даже на компьютере. Да, ну во время нужно чистить. Кстати, у меня тоже был один урок по тому, что нужно чистить свой телефон. Потому что, так как мы пользуемся мессенджером и там огромное количество групп, все сохраняется в мессенджерах. Нужно убрать эту функцию, чтобы все медиа, все видео, аудио, они сохранялись. Есть такая функция. Не сохранять. Это очень сильно вас разгрузит. И каждый месяц, да, в конце месяца сделайте себе привычку удалять ненужные файлы из компьютера, из фото, потому что, ой, с телефона. Потому что копится очень много ненужного. А, ну-ка, есть отдельное приложение, супер. Также, конечно, хотелось и про YouTube говорить. Но, я думаю, есть ли у вас вопросы по YouTube? Вообще, у кого есть YouTube, поставьте плюсик. Наши основные регистрации это YouTube и Instagram. Есть, Лана, да? Здорово. Да, продолжайте там регулярно делать посты, видеоролики обязательно с обложкой, то вы можете ждать оттуда регистрации тоже. Полина, звездочку поставила, и, так понимаю, это плюсик. Виктория пишет, времени нет. Вот, нужно найти время. Знаете, как? Если нет времени на что-то, значит, просто вы его не включили в свое расписание. Всегда можно найти время для чего-то. Хотя бы один час в неделю. Например, поставьте себе расписание, чтобы каждый понедельник определенный, в 9 часов утра, например, у вас час на YouTube. И вот так каждую неделю вы будете вспоминать, что вот, мне надо сесть за YouTube и сделать там что-то. Начать, хотя бы начать аккаунт. Вот так, через неделю у вас уже будет аккаунт. На следующей неделе у вас сделать обложку для YouTube. Потом есть вот такая опция, не только фотографию сделать, но и обложку вашего канала. Дальше, через неделю опять у вас часик появился на это. Сделать первое видео. И вот так у вас будет идти дело. Да, с планировкой, да. Заведите обязательно блокнот. И не ленитесь, да, каждый вечер записывать планы на следующий день. Также жизненный сценарий. У нас есть такой блокнот в Атоме. Он помогает сделать, распланировать свои ранги, распланировать, как вы будете достигать мечты, свои цели записать. Колесо жизненного баланса. Это одно дело, да. Расписать свои цели, мечты. В жизненном сценарии тоже важно. Но и ежедневник вести тоже нужно. Вот у меня Атоме тоже есть ежедневник, который Атоме Рус сделали. Я думаю, Турция у вас тоже скоро сделает что-то похожее. И записывать туда. В следующий день распланировать. Вот как успевать, да, во все соцсети делать посты, делать контент. Который, вы знаете, принесет вам в дальнейшем регистрации. Это только планировать. Другого метода нет. Потому что мы забываем это делать. Мы думаем, ой, сложно, ой, в следующий раз. И мы это не делаем. Если вы это запишите, вы с большей вероятностью это сделаете. Потому что, когда мы видим глазами, да, у нас потом совесть мучит. Потом, вот я не сделала вот это. Просто напоминание хотя бы будет. Мы это уже с гораздо большей вероятностью делаем. И можно поставить галочкой, когда вы сделаете что-то. Начинайте с малого, конечно. Не надо сразу писать там. Сделать супер канал за один день, да. Будем более реалистичны. Хотя бы начать канал. Начать аккаунт. Следующее название придумать. Сделать фотосессию. Ну, то есть, это вот много маленьких шагов, которые делают потом большое дело. И когда у нас мы ставим себе вот эти вот задачки, мини-цели, тогда у нас больше дел делается. Потому что обязательно можно в течение недели найти время на какое-то полезное дело. Ну что ж, спасибо всем большое, что приняли участие в этом обучении. Мы встретимся с вами в пятницу. Говорим уже о других делах. Если сегодня были какие-то моменты непонятные, давайте еще и в следующий раз тоже по ним пройдемся. Я могу показать еще раз. Запишите главное, и мне потом напишите. Спасибо, Натали. Спасибо, Виктория. Мне было очень приятно. Я рада, что вы уделяете время, да, находите время в своем занятом графике. На обучение. Самый важный шаг в начале пути. Так как Турция только открылась, вы в начале пути даже те, кто зарегистрировался в прошлом году. Все только начинается. Я желаю вам огромных успехов в Сатоме. Это уникальная компания, которая исполнит все ваши мечты и цели. В которой приятно работать, приятные партнеры. Мы учимся многому в этом бизнесе. Мы становимся теми людьми, которыми всегда хотели быть. У нас движуха-развлекуха тоже все в программе. Здесь очень классно. Главное продолжайте, да. Работать, двигаться вперед. Все будет у вас очень крутая команда. Очень дружная, веселая, теплая. А где можно будет запись посмотреть? Итак, заканчиваю сейчас.